Прошедший 2017 год для уполномоченного по правам человека Натальи Ковалевой был плодотворным. Всего в аппарат омбудсмена по Ивановской области поступило порядка 2460 обращений. Большая часть из них, а именно 548, касалась несоблюдения социальных прав граждан. Это у нас жилищные права, это социальное, пенсионное обеспечение, это на охрану здоровья и медицинскую помощь, это жилищные права. Это на благоприятную окружающую среду, семейные права. Не сложно догадаться, что именно жилищные права нарушаются чаще всего, начиная от обеспечения жилплощадью и заканчивая жилищно-коммунальным обслуживанием. В большинстве районов отсутствуют средства на приобретение жилья социального назначения. Серьезная проблема – отсутствие во многих муниципальных образованиях маневрованного жилищного фонда. Это просто серьезнейшая проблема, и мы в том году обращали на это внимание. Отсутствует во многих маневрованный жилищный фонд. Это Верхнеландиховский, Вичугский, Ильинский, Кенишемский, Лежневский, Пестяковский, Пучешский, Шуйский и Юревецкие районы. Там, где маневренный фонд есть, его состояние оставляет желать лучшего. Кроме того, не уменьшается очередь на получение квартир детьми-сиротами. На 1 января 2018 года она составила 2137 человек. Это в возрасте от 14 лет и старше. Причем из них, обратите внимание, 1559 человек – это люди достигли возраста 18 лет. Они совершенно совершеннолетние и всеми правами, свободами обладают. Кроме жилищных проблем, вановцы жалуются на медицину, ее качество и условия в стационарах. В последнее время также возросло число обращений к уполномоченному под темам бездействия сотрудников правоохранительных органов или, наоборот, их чрезмерного внимания. Как всегда, большую часть работы омбудсмена составили обращения от осужденных и их родственников. Что интересно, в колониях региона проблемы примерно такие же, как у граждан, находящихся на свободе. Претензии к жилищным условиям, здравоохранению за колючей проволокой, к соблюдению трудовых прав заключенных. Вмешательство омбудсмена в ситуацию, конечно, носит рекомендательный характер. Но во многих ситуациях именно после него положение дел меняется к лучшему. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иванова.